Инспирия И вот тебе двенадцать, и мы с тобой родственные души Надеюсь, ты всегда будешь любить книги и историю Приятного чтения, моя замечательная девочка Часть первая Эстелла Глава первая 2 июня 1940 года Эстелла Биссетт бросила на стол рулон золотого шелка И он развернулся, колыхаясь, словно подол танцовщицы Канкана Эстелла провела по ткани рукой, ощущая одновременно мягкость и чувственность Похожа на прикосновение розовых лепестков или обнаженной кожи Расскажи свою историю, утренний цветок Негромко произнесла она по-английски What's your story, morning glory? Устойчивое выражение, которое часто можно услышать в песнях Эстелла, твой английский лучше, чем у американцев Засмеялась мама Эстелла улыбнулась Ее учитель английского сказал то же самое год назад На последнем уроке Перед тем, как влиться в ряды тех, кто покидал Европу У тебя акцент более американский, чем у меня Она зажала рулон под мышкой Набросила шелк на плечи И начала скользить по комнате в ритме танго Не обращая внимания на возгласы осторожно Окрики женщин только раззадорили ее И к танцевальным па добавилось пение Бодрая и незатейливая мелодия Жозефины Бейкер «I love dancing» слетала с губ, перемежаясь приступами смеха «I love dancing» Я люблю танцевать Песня, которую исполняла Жозефина Бейкер 1906-1975 Американская и французская танцовщица, певица и актриса Эстелла в легком реверансе отступила назад И тут же резко выпрямилась, застыв свечкой Конец рулона взвился над рабочим столом, где сидели швеи И, едва не задев голову на нет, хлестнул по плечу Марии «Эстелла, мон джо! Боже мой!» Скривилась Марии и притворно схватилась за плечо Эстелла чмокнула Марии в щеку «Такой шелк заслуживает по меньшей мере танго» Девушка жестом показала на ткань, сияющую на фоне будничной обстановки швейной мастерской Подобно яркой луне Материал явно предназначался для платья, которое не просто вскружит головы Но и буквально заставит их вращаться быстрее, чем порхают по клавишам рояля пальцы Коула Портера В пользующемся дурной славой джаз-клубе «Бриктоп» на Монмартре Коул Портер, 1891-1964 Американский композитор, автор музыки к музыкальным комедиям Ада Бриктоп, 1894-1964 Американская танцовщица и певица, владелица ночного клуба Чесс Бриктоп У Бриктоп в Париже «Он заслуживает того, чтобы ты села и начала работать», — буркнула Мари В дверях появился месье Амон, привлеченный шумом Бросив взгляд на завернувшуюся в шелк Эстеллу, он с улыбкой спросил «Что натворила на сей раз, моя маленькая звездочка?» «Она шлепнула меня отрезом», — пожаловалась Мари «К счастью, ты у нас девушка в теле, такое все должно быть нипочем, даже шалости Эстеллы», — поддразнил он Мари Та в ответ что-то процедила сквозь зубы «Что будем из этого шить?» — спросила Эстелла, любовно разглаживая складки золотой ткани «Смотри», — месье Амон протянул ей цветной эскиз Платье, сделанное на основе модели Ла Каваллини от Ланвен, двадцатых годов Однако вместо огромного банта, украшенного тысячами жемчужин и хрустальных бусин Такой же бант предлагалось декорировать сотнями крошечных золотых бутонов роз Жанна Ланвен, 1867-1946, французская художница-модельер, в 1889 году основала модный дом «О-о-о-о!» — ахнула девушка и подалась вперед, чтобы коснуться эскиза Она знала, что ряды изящных бутонов будут смотреться издалека как сверкающие золотые капли И что в полной мере оценить идею модельера, волнообразную ленту из роз Можно будет только подойдя ближе к женщине в этом платье Как будто нет рядом никаких ипполет, болтающихся за плечами противогазов Одежды всех оттенков синего, синего линии мажино Темно-синий цвет формы королевских воздушных сил Великобритании Холодный блеск закаленной стали, которую Эстела все больше ненавидела «Если я когда-нибудь смогу создавать подобные эскизы, — сказала она, любуясь изысканным рисунком Лан Вен — то буду так счастлива, что никогда не захочу иметь любовника» «Эстелла!» — воскликнула Мари с упреком, будто 22-летней девушке не полагалось даже понимать значение этого слова И уж тем более произносить его вслух Эстелла взглянула через всю комнату на Жанну, свою маму, и прыснула от смеха Как следовало ожидать, мама глаз не подняла и не вмешалась Сидела и продолжала мастерить из розового шелка маленькие вишневые цветки Однако Эстелла не укрылась, как она сжала губы в струнку, чтобы сдержать улыбку Мама знала — дочку хлебом не корми, только дай подколоть несчастную Мари «Платье нельзя сравнивать с любовником», — норвоучительно произнес месье Омон и указал на шелк «У тебя есть две недели, чтобы превратить ткань в золотой букет» «А обрезки останутся?» — спросила Эстелла, по-прежнему прижимая к груди рулан «Нам прислали 40 метров, но по моим расчетам тебе понадобится всего 36, если будешь работать экономно» «Я буду экономно, как сказочная фея, плетущая французское кружево», — с благоговением произнесла Эстелла Она оторвала от груди рулон, натянула шелк на деревянную раму и закрепила булавками Чтобы придать ткани жесткость, использовался раствор сахара в воде Теперь Мари могла вырезать из нее кружки при помощи тяжелого стального штампа Когда Мари закончила, Эстелла накрыла поролоновую подушечку чистой белой тканью Раскалила бульку, стальной шарик с ручкой на небольшом огне Проверила температуру в кастрюле с воском Затем положила первый золотой диск из шелка на белую ткань и вдавила в него бульку Диск мгновенно обернулся вокруг раскаленного инструмента и принял форму изящного лепестка розы Эстелла отложила его в сторону и повторила процесс До обеда она сделала две сотни бутонов За работой она, как обычно, болтала и пересмеивалась с Нанет, Марией и матерью Пока на Нанет не произнесла тихо Я слышала, солдат с севера бежит больше, чем гражданских из Бельгии и Голландии Если солдаты бегут, кто встанет между нами и немцами? Спросила Эстелла Нам что, удерживать Париж швейными иголками? Наш народ не пропустит Бошей Франция выстоит, твердо сказала мама Эстелла вздохнула Спорить бессмысленно Как бы Эстелла не желала уберечь мать, она понимала, никуда они не уйдут Так и будут сидеть в швейной мастерской и делать цветки из ткани, будто нет ничего важнее модной одежды Потому что уходить некуда Они не присоединятся к потокам беженцев из Бельгии, Голландии и из севера Франции Потому что не знают никого на юге страны, кто мог бы их укрыть В Париже у них жилье и работа За его пределами ничего Вот почему Эстелла промолчала, хотя ее тревожила слепая вера матери в способность Франции противостоять немецкой армии И что такого, если они укроются за стенами мастерской и будут притворяться, что хотя бы еще несколько дней, пока модельеры, подобные Лан Вен, заказывают им золотые и шелковые цветы, все будет хорошо За обедом, когда в кухне мастерской все ели рагу из кролика, Эстелла уселась в сторонке от других женщин и начала рисовать На листке бумаги она набросала карандашом фасон платья Длинная стройнящая юбка в пол Рукава крылышки, перехваченная тонким пояском из золотого шелка талия Элегантный V-образный вырез и лацканы, как на мужской рубашке Несколько неожиданная деталь для вечернего платья в пол Однако Эстелла знала, что это сделает платье модным и оригинальным Несмотря на облегающую юбку, платье вполне подойдет для танцев Такое броское и смелое Платье для жизни А летом 1940 года в Париже приветствовалось все, что обещала жизнь